Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Сегодня 14 ноября 2021 года. Мы с Ладой приехали в торгово-развлекательный центр «Республика Парк». Он находится в Киеве, возле метро «Теремки» в 10 минутах ходьбы пешком. И это самый крупный в Украине торгово-развлекательный центр, причем совершенно новый, открылся два дня назад. Нам очень интересно. Сейчас пойдем смотреть вместе с вами, что там есть. И поскольку Киев сейчас в красной зоне, эпидемической, то, скорее всего, у нас будут проверять сейчас здесь QR-коды. Или что-нибудь такое, не знаю. То есть мы должны быть обязательно в масках. Сейчас мы их оденем и посмотрим, какие проверки здесь проводятся, если они вообще есть. Так, по-моему, здесь спрашивают QR-коды. Надо показывать. Особо не присматриваются, просто надо, чтобы было какое-то наличие. Ну, просто охранники, они не должны проверять, они не имеют таких полномочий. Они просто интересуются, есть ли у вас. У меня сертификат желтый, то есть не зеленый. Ну, да, мы укололись по одному разу. У меня тоже вход. У меня в ДИИ, а Ладын пока еще к ДИИ не подтянулся. Короче, друзья, мы попадаем в торговый центр. И здесь сразу какие-то развлечения для детей. Мальчик играет в баскет. Первое, что мы обнаруживаем, что здесь играет музыка громко, везде динамики. А это очень нехорошо для нас, поэтому будем постоянно говорить, чтобы музыку перекричать. Этот торговый центр, торгово-развлекательный центр, очень большой, он огромный просто. Что нас привлекло, так это то, что здесь есть внутри этого торгового центра настоящий крытый парк. И мы туда сходим и посмотрим. Поскольку этот торговый центр, центр огромный, то навигация по нём важная вещь. И пока я тут не вижу какой-то интерактивной карты, на которой можно там посмотреть, где что. Но есть вот такие указатели, видите. Дальше лифт, буткорд, гардероб. И всякие бутики. Всё, что здесь есть указано. Кстати, здесь три этажа. Давай зайдём цены посмотрим. Хорошо. Какие деньги? Какие деньги? Какие деньги? Какие деньги? Какие деньги? 12 470 рублей. Минус 50%. 2699 рублей. Ага. У нас есть бонус на тапку, на охотничество. А сколько таких? Какие деньги? Ага. Ну цены такие нормальные. Нормальные, але... Якість? Якість. Якість. Ну, мы зашли в один из самых дорогих сразу бутиков. Называется он «Бетти Барклайф». Чтобы была понятнее вообще политика цен. Я тебе скажу, здесь есть всё. Здесь есть и дешёвые бутики. Вот мы сейчас зайдём ещё в дешёвые. Скажем, наш любимый Нью-Йоркер, которым мы ходим в лавине. И сравним цены здесь, в этом дорогом и там, да. И, в общем-то, качество, конечно, может быть разное. Потом, кстати, вот H&M всем известный. Он ещё, по-моему, не открыт, но он здесь будет. А там совсем другие цены. Интертоп всякие. Ну, здесь всё есть, в принципе. Зара вот будет тоже открыта, пока ещё закрыта. Хотел рассказать о том, что даже будет приложение для смартфонов, для того, чтобы люди могли перемещаться при помощи приложения по этому запутанному торговому центру. Но пока оно выпущено, да, только для… Почему его до сих пор нет? Оно есть только для айфонов, а для андроидов нету пока. Цены сразу показывают. О, здесь сразу можно смотреть. Видите, джемперы вот такого плана стоят по 379 гривен. Вот футболочка. Ну, всё равно, 150-160 гривен. Ну, всё, хорошая отец. Да, но футболка никакая. Харакулевая шуба стоит… 1700. 1800 гривен, друзья. Я бы такое на ладу не одел никогда, и даже маме своей бы не подарил. Не знаю, на кого это рассчитано. Да, это что? Это неплохая кофточка. Ну, так. Только цены нет. 190 гривен. А, 200 гривен. Ну, это классно. Ты что, 200 гривен для футболочки? Толстовки по 230 гривен. Смотри, вот пальтишка интересная. Да? Глянь, сколько стоит. Что такое? Пальтишка. И кепочка прикольная. Кепочка стоит 160 гривен. И 700 пальтишка. Серенькая пальтишка. Да, это пальтишка. Да, это пальтишка. А в платьице, которая вот здесь вот висит, она стоит сколько? 700 гривен. Ну, цены такие демократичные, хорошие. Ну, это уже подешевле, чем тот, в который мы сразу вошли. Да, просто сравнивать. Вот, например, такая куртка, если кому нравится, тёплая, зимняя. Честно говоря, я бы тут ничего не купила. И мы посмотрим. Она стоит 1600 гривен. Ну, и для курточки. А вот такая вот. 1300. Ну да. Но пока нам ничего такого не понравилось. Да, цены хорошие, но ничего нет. Которые мы могли бы взять для себя. Ни покой, а котенчик дорогой. Пальтишка тоже хорошая. Да, вот она. В общем-то, все, я смотрю, все монтажки, которые в лавине есть у нас. Да, да. То есть они... Вот, друзья, сразу мы попали всё-таки в центральное отделение. И здесь есть... Ты смотри, колесо обозрения. Да, здесь есть такой себе зелёный парк под куполом. Крытый парк. И даже аттракционы с развлечениями. Смотри, какие растения. Живые. Прям деревья целые большие. Мне часик ушло. Сарк. Для любителей плоской земли я бы рекомендовал сюда прийти, посмотреть, как выглядит земля в миниатюре под куполом. Музыки полно, конечно. Всё очень громко. И причём разнообразная музыка играет с разных сторон. Это фонтанчик. Ну, кстати, в метро Теремки и там, где расположен этот торговый центр, это окраина Киева, юго-западная его часть. И, в принципе, вот такие большие молы, они возможны именно на окраинах. Это анимация. Это анимация для детей, да. Развлекательная. Причём сразу же реклама магазина, видишь. У нас просто так никто не будет развлекать. Думаю, в центре города не нашлось бы столько места для того, чтобы построить такой огромный торговый центр на 30 гектаров. Поэтому, друзья, не только в центре есть что-то прикольное. Сегодня много очень народу. И я должен вам сказать, опять напомнить о том, что весь этот народ – это вакцинированные люди. У нас общество теперь разделилось на две части. Тем, которым можно и тем, которым нельзя. Такая вот социальная несправедливость. Эту тему я затрагиваю для юмора чисто, потому что это на самом деле очень больная тема. И не хочу никого обидеть. Вообще я понимаю обе стороны. И людей, которых боятся вакцинироваться, и людей, которых провакцинировались. Мы, кстати, долгое время не хотели вакцинироваться, потому что не видели в этом смысла. Мы не боялись самого коронавируса. Но поскольку мы даже и не боялись и вакцины, то, в принципе, для того, чтобы вот так вот свободно перемещаться, иметь возможность куда-то поехать, заходить в торгово-развлекательные центры, мы и укололись. Но это Виталик вообще-то не боялся. Я боялась заболеть, поэтому я, в принципе, 50 на 50, я укололась для того, чтобы не заболеть коронавирусом. Вот так, видите, мы одно и то же действие совершаем по разным мотивам. Снова люди безлиц. Мне кажется, это тренд 21 века и дальнейшей жизни. Обезличенные личности, люди, которых не узнать, все похожи друг на друга. Что вы хотите этим сказать? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь есть неополис. Это парк развлечений для детей и взрослых. Но, насколько я понимаю, туда вход платный. По-моему, здесь проверяют сертификаты снова. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вкратце про ситуацию с сертификатами здесь, в этом ДРЦ и конкретно в Неополисе, в парке развлечений. Нужно иметь две прививки, то есть зеленый сертификат. У меня только одна прививка, и меня не пропустили. Кстати сказать... У меня тоже одна прививка, и меня пропустили. А почему? Потому что... Потому что... В общем, мне повезло, меня пропустили. Я сейчас буду рассматривать, что здесь есть. Вот сюда. Вот, все. Для малышей. А это стоит очередь на вот эти вот бешеные горки, которые красные, которые идут по всему практически залу. Здесь стоит вот такая длинная очередь, и стоит это 150 гривен в будний день. Но сегодня скидки, поэтому сегодня стоят 75 гривен. Вот такая длиннечая очередь, они тут загружаются, и потом паровозик едет. Лежат, кричат, очень классно. Здесь такая система. Покупаешь карточки, ложишь туда деньги, и потом просто становишься в очередь. У тебя здесь считывают карточки, сколько стоит покататься. 150 гривен. Ну, катаешься себе. Если у тебя на карточке остаются деньги, то они сохраняются в следующий раз. А вот для деток. Горки, батуты, машинки. То есть для детей здесь полный паршек. Машинки. С папой поехал. С мамой вон, с родителями ездят. Здесь вот даже есть типа заправка. Мне нравится. Есть пузер и с водой, пожалуйста. Можно прийти и попить водички. Вот еще какой-то аттракцион. Лесенка. Вот девочка лезет. Вот так вот. То есть можно научиться скалолазовывать. Огромный зал, огромное количество аттракционов. В общем-то, сегодня со скидкой это вообще недорого. Поэтому здесь очень много людей. Довольно-таки здесь все разнообразно. И не холодно, самое главное. Потому что на улице сейчас в парке холодно где-то кататься. А здесь можно вот так вот прийти целый день и развлекаться с ребенком. То есть я считаю круто. Так, это аттракцион-башня. Людей поднимают на самую высоту. В основном там дети, конечно. Смотрите, поднимают с вращением, а потом обрушивают вниз. Ну-ка посмотрим. Так, вот на втором этаже рядом с Нео Полисом есть фурк-корты. То есть можно что-нибудь съесть. Смотрите, это перекус такой существенный. Мясные блюда есть, салаты, яйца. То есть это не просто... Кофе 20 гривен, американо. Молоком 26. Да, молоком 26. То есть цены, в принципе, средние. Не самые большие. Запеканка стоит 90 гривен. Равиоли стоит 117, 139, 149. Там с кроликом, с лософем. Хумус стоит 100 гривен. Болл стоит 131 гривен. Суп дня, есть тут супы. 70 гривен бульон. А трюфельный стоит 80 гривен. То есть имея зеленый сертификат, можно здесь хорошо покушать. Поломался. Новенький эскалатор. Пешком ходим. А здесь кинотеатр. Мультиплекс, кино и развлечения. Очень большой кинотеатр, говорят. Но это мы не можем проверить. Вон там интересная надпись висит. Попкорн Маркет. То есть ты заходишь и набираешь себе разного вида попкорна, что ли? Ну да. Здравствуйте. Можно посмотреть на Маркет? Можно подосковать сертификат? А, сертификат? Попкорн Маркет. Смотря какой фильм. Ну, например, хороший и плохой. Хороший и плохой корпус? Да, да. Они разные цены, да? Это 9 часов. Да, надеюсь. И супер люкс 290 гривен. 290 гривен. А вообще сколько у вас залов здесь? У нас пока работает 8 залов. А вообще сколько? А вообще планируется будет 15. У тебя есть люкс, супер люкс и простые залы? Да. Сколько стоит средний оценал в простом зале? В простом зале, я думаю, от 90 до 110. Ясно. Будний день, да? Вечером дороже, да? Вечером, да. Немного, уже 125. Через супер люкс, вот 200 до 300. Ага, все, спасибо. Ну, давай посмотрим на обстановку в кинотеатре. Сколько здесь залов, представь. Я так понял, у нас здесь 15 залов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автоматика. Хочу себе дома такую раскраску в стенах. Ну, точно, современно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим на цены вот так. Это вот тот же попкорн-маркет, в который мы сразу не смогли попасть. Зато каким-то образом зашли с обратной стороны. И теперь можем рассмотреть цены на попкорн. Вообще, по сути дела, это такой небольшой магазинчик вкусняшек при кинотеатре прямо. И не только вкусняшек. Здесь продается пиво, как видите. Есть даже пиво здесь. Да, и цена на пиво, кстати, в два раза дороже, чем в обычном супермаркете. Рокодил Гена. Какой-то страшный африканский. Так, давайте посмотрим, сколько пива стоит здесь. Пиво-корона 60 гривен. Это что мы говорим, 65, 65. Короче, знакомый нам тут, смотрите, стела-бартуал, 39 гривен. Ну, и вот такие еще цены, баночник пивасиков всяких. А там, где любиткий шкаф? Наразу не мая. А там, где-то особо, да? Нет. До сплаты 60 гривен. По 30 гривен, да. Здесь дороже на 4 гривны. Пойдем, до сплаты. Да. Да. Паздник. Ну, обыкновенный, как и везде, немножко кислова. Молоденький. Ну, вот этот, смотри, как классно. Прееченький. Масфера получше, чем там в Пуле. Нет, того нет, никаких очередей типа. Музыка не аж. То есть здесь можно просто лево снять, сидеть. Можно даже пиво взять. Друзья, ну что, посмотрели мы этот большой новый развлекательный центр. Музыка интересен тем, что он как раз в таком районе, где такого подобного не было. Это теремки. Здесь на улице вообще скучно. Здесь рядом окружная дорога, здесь делать нечего. Можно прийти с детьми, можно поразвлекаться. Сейчас, когда нету, допустим, на улице никаких развлечений, парков, ничего, холодно, прийти сюда в теплое место с ребенком. То есть ты можешь и покушать по флешке, и поразвлекаться друг в пише. Спасибо всем за просмотры. Хорошего вам настроения. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok